В поселке Верхняя Максаковка под Сыктывкаром неизвестно устроили погром в строящихся домах многодетных семей, потом еще их разграбили. Пока грабители ищут полиция, к делу подключились общественники. Почему, знает Константин Куратов. Эти участки в сыктывкарском местечке Шордор два года назад были выделены специально под застройку многодетным семьям. Сертификаты получили более 300 семей. Кто-то предпочел наличный капитал и участок продал, но большинство решили строить именно здесь собственное жилище. Хотя сегодня некоторые из застройщиков, видимо, пожалели о таком выборе. Неизвестные побили им окна и выкрали дорогостоящие стройматериалы. Обидно, очень обидно. Во-первых, ужимаемся во всем. Продали квартиру трехкомнатную, старенькую. Сейчас живем в однушке, в пятером. Повезло тем, кто получил землю рядом с дорогой. Сюда можно подвозить стройматериалы, поэтому и строительство у них продвигалось активнее. Именно эти дома и приметили вандалы. На участке с густым лесом они не сунулись. Туда нет даже тропинки. Дороги у нас есть. Она хорошая. Но в лесной части там даже нет дорог. Люди хотят что-то делать, но они даже не могут добраться. А пешком просто с маленькими детишками. А в основном сейчас люди родили третьих детей и дети в основном до года или чуть-чуть после года. И это просто нереально. Строительные работы здесь замирают с приходом темноты. Ведь электричество к домам так и не протянули. Этим, видимо, и воспользовались ночные грабители. Так получилось, что, значит, немножко подзатянули этот вопрос. Но я думаю, что где-то в течение недели-второй свет будет дан. Но легче, судя по всему, жертвам грабежа от этого не станет. Они потеряли многое, чего восполнить. Лишь подключенным в попыхах светом будет сложно. Многодетные семьи обратились за помощью во всевозможные инстанции. Но первой откликнулась общественная палата. Хотелось бы выяснить, по каким причинам до сих пор нет электроэнергии. Не проведена электроэнергия к домам многодетных семей. И почему так долго затягивается вопрос с дорогами. Вот только заветная мечта новоселья в Шордере для этих семей, похоже, затягивается на неопределенный срок. Собственникам придется затянуть пояса, чтобы продолжить строительство.